Приветствую вас, с вами Андрей Ильенко. Я сейчас нахожусь в Китае в городе Шэньчжэнь. Приехал сюда с поездками на фабрики к своим поставщикам, производителям с целью инспекции, проверок качества товаров. И я хочу как раз вам представить новую услугу. Эта идея в принципе у меня уже была достаточно давно, потому что в принципе я этим занимаюсь уже 10 лет, но занимаюсь в основном для своих оптовых клиентов, либо контролировал качество своих товаров. И я решил, что услугу инспекции качества, проверки качества товаров в Китае можно поставить на поток, потому что это в принципе то, что, скажем так, это основа, это базис будущего бренда. То есть если вы занимаетесь тем, что размещаете производство в Китае под своей торговой маркой, вы строите качественный бренд и вам обязательно нужно, чтобы кто-то контролировал качество в Китае, потому что иначе, ну в принципе ничего не получится. Это фундамент, это на то, на чем держится. То есть если ваш продукт некачественный, есть какие-то проблемы, большой процент брака, дефекты, то никак вы не сможете убедить вашего покупателя, потребителя в том, что он какой-то особенный. Причем конкуренция сейчас достаточно большая везде. И, ну то есть качество это как бы минимальный, но достаточный уровень для того, чтобы строить свою торговую марку, именно строить из нее, делать уже бренд. Вот. И под этим видео я размещу ссылочку на страничку, которая описывает эту услугу. Вкратце смысл такой, что мои люди, мои представители, те, с кем я лично держу контакт и за кого я отвечаю перед клиентом, они выезжают, они находятся в разных городах Китая. Они, ну то есть, есть у меня, скажем так, очень доверенные люди, ну в принципе работники на таком полу удаленном формате, а уже, возможно, и на полном формате будут работать на постоянной основе в городах Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Пекин, Шанхай и Нинбо. В пяти городах, в пяти городах Китая, в самых таких, можно сказать, главных производственных центрах, потому что это, в принципе, задевает там провинцию Гуандуй, провинцию Чжэцзян и, в принципе, Пекин, как столица, там тоже достаточно много производств в регионе вокруг Пекина. И, то есть, эти люди постоянно выезжают на инспекции, предварительно мы с клиентом прорабатываем, мы с вами связываемся и прорабатываем чек-лист, по которому человек будет делать проверку. Этот чек-лист, смысл его такой, что вы должны обнаружить все, что вы можете выявить, в принципе, на самом деле, то, как будут, ну выявлять возможные дефекты ваши покупатели, ваши потребители, то, как вы будете это определять, все эти критерии должны быть там прописаны. То есть, все очень просто, на самом деле, эти системы уже давно известны, их используют западные компании. Мы используем стандарты QA для определения количества единиц, которые будут допустимы, и те, которые, допустим, превысив которые, партия будет считаться браком, и приниматься у поставщика не будет, или будет переделываться, или будет, не будет приниматься. То есть, эти все стандарты известны, я о них, в принципе, рассказывал в своих вебинарах, ну, то есть, как бы, эта тема такая, ну, больше математическая, статистика, ну, все это уже посчитано, и большие компании, такие, как, например, там, Walmart, Disney, и, там, та же самая IKEA, они используют уже очень давно эти стандарты. И, соответственно, мы связываемся с вами, обсуждаем ваш товар, то есть, это могут быть разные, в принципе, критерии для каждого товара, они свои. Мы смотрим от обратного. То есть, что может быть не так, какие могут быть дефекты. То есть, возьмем, например, одежду. То есть, она может быть, допустим, не того размера, она может быть, допустим, не из того сырья, она может быть пошита криво, она может быть, там, допустим, швы не закреплены, могут быть, ну, очень множество различных каких-то вещей с упаковкой, с этикетками, с брендированием. Все это прописывается по пунктам, буквально, там, 1, 2, 3, 4, 5, там, 10, порядок. Обычно это порядка 10-15 пунктов для проверки. И мы смотрим, допустим, вариант несоответствия размерам, тем, которые задекларированы в заказе. То есть, что нужно сделать, чтобы выявить этот дефект? Нужно измерить. Измерить, используя, допустим, там, рулетку, да, или линейку. То есть, и, соответственно, человек выезжает, это делает. Он фиксирует эти размеры на определенном количестве единиц экземпляров каждого товара, которое уже тоже изначально определено из общего объема заказа по этим статистическим таблицам ЭКЮЭль. Затем, допустим, нужно проверить качество закрепки ниток. То есть, он это тоже делает. Что нужно для этого сделать? Нужно там потянуть за нитку, допустим, да, или там сфотографировать, как она закреплена. Или, ну, то есть, в принципе, вот эти все вещи, они проговариваются, прописываются. Если это, допустим, блютуз-колонка, которую мы недавно тоже тестировали, то есть, что нужно сделать? Нужно протестировать удаленность, на которой она работает. То есть, она должна работать на 10 метрах. Человек отходит, подходит, сигнал, допустим, да, есть-нету. Тестируется она на качество звука, определенные звуки на нее, как бы, ну, мелодии, на ней проигрываются, которые могут, дают понять диапазон воспроизведения. И качество, допустим, низов, да, то есть, на как она себя ведет, там, не рыбит, не плюнчит. Затем качество нанесения логотипа, затем продолжительность работы, то есть, емкость батареи тоже тестируется. Ну, то есть, множество факторов, которые каждый из, ну, нужно заморочиться этим, в принципе, на старте. И это очень-очень важно. Они, в принципе, даже должны фиксироваться еще до заказа. Вот, и мы составляем с вами такой чек-лист. Вот, вот, от нас, ну, от вас нужна дата готовности товара, естественно, его описание, фотографии, вот эти вот все требования, которые мы вносим в чек-лист, и регион, адрес поставщика, контакты поставщика. То есть, мы договариваемся, ну, как минимум за неделю с поставщиком. Человек выезжает, определенный день инспекции. Обычно это, ну, это не перед загрузкой, хотя бы за, ну, допустим, 3-5 дней до загрузки, желательно там даже за неделю, чтобы у нас была возможность исправить эти дефекты, допустим, да, если какие-то вещи переделать можно, чтобы не приходилось потом сбегать, допустим, отгрузку контейнера, да, или в какие-то еще убытки попадать. То есть, это планируется заранее. Человек выезжает и делает вот эти все испытания. То есть, после того, как он их сделал, в принципе, он, ну, китайское время, по сравнению с российским и украинским, плюс 5 часов. Естественно, с ним держать контакт не всегда получается просто из-за того, что, допустим, в Китае это 7 утра, у нас это 2 ночи, да, ну, то есть, если он на фабрике находится, допустим, 12 часов дня, то это 7 утра по Украине, по России. То есть, можно, в принципе, с ним общаться, да, там, в обед, после обеда уже какие-то испытания проведены, обычно так и происходят. То есть, фотографии с инспекцией и, в принципе, комментарии вы получите уже в тот же день проверки. Можно, опять же, там, какие-то задать дополнительные вопросы, что-то доинспектировать, если что-то вдруг выявится, да, какие-то несоответствия. То есть, какую-то углубленную проверку сделать, допустим, да, если какие-то, ну, сомнения есть насчет какого-то испытания. Вот, и затем человек возвращается, в принципе, домой, он готовит отчет, уже более полный отчет, который в течение 24 часов высылается вам в PDF-файле, а фотографии с инспекцией, видео с инспекцией, информация, в принципе, уже высылается даже в тот же день, в день проверки. То есть, наше преимущество – это то, что мы оперативно это все делаем. То есть, отчет в течение 24 часов уже в инспекциях, не так, как, допустим, многие компании, да, там, давайте я выйду, проверю, да, человек не знает, что делать. Вот у нас инспектора, все Китая говорят и по-китайски, и по-русски. То есть, они говорят и на языке поставщика, они говорят с фабрикой на китайском, они говорят с клиентом по-русски. То есть, это не англоязычные инспекторы, это не китайцы русскоязычные, которые вы можете не понять. То есть, это все люди, как бы, абсолютно адекватные, то есть, проблем в общении с клиентом никогда нет. Они находятся в различных пяти регионах, то есть, не нужно тратиться дополнительно на того, что, допустим, отправлять человека из Пекина в Гуанчжоу, да, или из Шанхая в Шэнжэнь, потому что дорога может съесть достаточно много денег, плюс командировочные там человеку и так далее. То есть, в пределах, как я уже назвал, городов Шанхая, Гуанчжоу, Шэнжэнь, Пекин и Нинбо, инспекция стоит, сразу скажу, стоимость 300 долларов. Это, по сути, один день инспекции, один выезд инспектора, но обычно этот, в принципе, целый день она и занимает. Отчет предоставляется в течение 24 часов, фотографии, видео в тот же день. Инспектора находятся в этих городах постоянно, то есть, если мы все заранее согласовали, запланировали, то есть, человек, опять же, он планирует свою работу, он выезжает, и тогда все четко. Уже есть постоянные клиенты, с которыми мы работаем, не первые даже там полгода, и мы постоянно поставляем график инспекции, каждую неделю связываемся, уже мы даже связываемся с поставщиками, и с ними, в принципе, помогаем, можно сказать, клиенту, потому что где-то нужно, допустим, подогнать по срокам, где-то нужно в какой-то момент проконтролировать. То есть, мы уже работаем более плотно. Чем более, как-то, ну, чем... Даже вот я могу сказать просто по опыту работы, то есть, как с теми компаниями, с которыми мы уже работаем на постоянной основе, потому что, на самом деле, есть поставщики, которых нужно контролировать постоянно, есть всегда новые товары, есть новые фабрики, которые нужно обязательно контролировать первую партию. То есть, ну, постоянно есть какой-то объем работ, то есть, у нас с ними уже понимание, ну, прям с полуслова, потому что мы уже, ну, опять же, человек уже выезжал много раз, допустим, он знает хорошо, его знают, то есть, уже это все идет намного проще, и клиенту практически не нужно это все каждый раз данного придумывать. Вот, если вас интересуют инспекции вашего товара в Китае, если у вас сейчас что-то изготавливается или вы размещаете заказ, сразу надо задуматься о том, кто и когда и как это будет проверять, потому что в кота в мешке никто не везет из Китая, то есть, груз отправляют на чем угодно, авиа или морем, или ЖД, в любом случае, вы должны быть уверены перед отгрузкой, что то, что вам отправляют, это именно то, что вам нужно. В этом мы вам поможем. Я и OpenChina обращайтесь по услуге инспекции контроля качества в Китае. С вами был Андрей Ильенко. Подробности читайте по ссылке, которая будет под этим видео. Спасибо, спасибо. Пока, пока. До следующих встреч.